Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Юлии Иванова. Коротко об основных темах выпуска. Обратная связь. В администрации подвели итоги работы с обращениями граждан. В весенний вернисаж. В городском Крывеческом музее открылась выставка картин люберецких художников. Люди неограниченных возможностей. В триумфе прошел районный фестиваль спорта. Собачий смотр. Более 100 лайк приняли участие в 15-й межрегиональной выставке. Герой нашего времени. Традиционный турнир памяти Евгения Родионова состоялся на запасном поле стадиона Торпеда. На очередном заседании администрации города Люберцы были подведены итоги работы с обращениями граждан. Руководители управления и структурных подразделений отметили, что по сравнению с прошлым годом их количество значительно увеличилось. Подробнее в следующем сюжете. В 2010 году обращения от граждан поступали по почте, доставка заявителями, путем прямого обращения на приемах у главы его заместителей, в электронной форме, в ходе прямых эфиров на районном телевидении и радио, а также по телефону горячей линии. Если говорить о работе с обращением граждан, то это вопрос, конечно, очень и очень актуальный. И это говорит о нашей работе с населением. Чем меньше обращений, тем, конечно, лучше наша работа, и тем как бы нас жители нас больше уважают, ценят и доверяют нам. Всего в прошлом году в администрацию в адрес главы города поступило 3 119 обращений. Основные вопросы касались улучшения жилищных условий, коммунального и дорожного хозяйства, бытового обслуживания, а также градостроительства. Вместе с тем анализ показал, что по сравнению с 2009 годом количество обращений граждан, поступающих из органов государственной власти, в том числе и из правительства Московской области, увеличилось почти на 20%. Когда большое количество обращений в вышестоящих организациях, она говорит о двух моментах. Первое, либо о бездействии органов местной власти, и второе, об отсутствии информации, куда звонить. Любой житель имеет какой-нибудь листочек с телефонами, где указано, что в случае прорыва, например, трубы, куда звонить, или там газ, или электричество, или Астекас, где работают. Вот должен быть листочек такой, либо в газете нашей напубликовано. Все телефоны экстремные службы. Есть такое у нас. Доведено до каждого жителя. На заседании также было отмечено, что в ряде структурных подразделений администрации качество подготовленных ответов на обращение граждан не всегда соответствует требованиям. Приходится возвращать на доработку. То есть спешка, скоропалительные решения, отсутствие анализа разбирательства, ответ. И дальше все, начиная от непосредственно исполнителя до главы, который в итоге подписал бумагу, да и лицо ему полномочное, конечно, пишем не всегда правильное и корректное решение. В ходе встречи было принято решение принять дополнительные меры по устранению причин, провоцирующих основные жалобы граждан. Расширить практику проверки фактов, изложенных в обращениях с выездом на место, а также повысить персональную ответственность исполнителей. Юлия Иванова, Алексей Адамов, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Итоги работы архивных учреждений подвели на расширенном заседании коллеги главного архивного управления Московской области. Глава Люберецкого района города Люберца Владимир Ружицкий поздравил работников с наступающим профессиональным праздником, который будет отмечаться 10 марта, а также рассказал о значении архивной документации. Сложное, наверное, дело, как заниматься и работать в сфере архивной деятельности. Ну, я вам скажу, я вам за это признателен, потому что я лично сам по своей жизни несколько раз обращался в разного рода архивы, что касается истории семьи, разной справки, потому что мы все люди и думаем, что где-то какие-то следы должны оставаться о нашей деятельности. В своем выступлении начальник главного архивного управления Московской области Петр Петров рассказал об основных задачах ведомства. Главным архивным управлением планировать задачи на 2010 год были признаны, что сохранение и развитие материально-технической базы государственных муниципальных архивов, своевременное перечисление межбюджетных транспортов, внедрение бюджетирования, выполнение архивов Московской области. На заседании коллегии выступили архивные сотрудники подмосковных городов, которые подняли тему исследования и формирования архивного фонда Московской области. На сегодняшний день он насчитывает свыше 17 тысяч фондов и имеет объем, превышающий 4 миллиона дел, более половины из которых хранятся в муниципальных архивах. Сезонная эпидемия гриппа в Люберецком районе пошла на спад. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Михаил Калькаев. Еженедельный порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями по территории района по всему совокупному населению снижен на 58,4%. По словам специалистов, эффективной мерой в борьбе сезонной эпидемией стало закрытие образовательных учреждений на внеочередные каникулы. Несмотря на спад заболеваемости, специалисты Роспотребнадзора будут держать ситуацию под особым контролем. В школах и детских садах по-прежнему ведется ежедневный мониторинг. Лучшие люберецкие боксеры посетили городскую администрацию. Подводя итоги спортивных мероприятий 2010 года, глава люберецкого района города Люберца Владимир Ружицкий вручил боксерам комплекты перчаток. Вручается Кадыкину Дмитрию Константиновичу победителю Центрального федерального округа по боксу. Награды из рук главы получили четверо люберчан. Чемпионы Центрального федерального округа Дмитрий Кадыкин и Дмитрий Кривошейн. Бронзовый призер России Денис Филимонов, а также кандидат мастера спорта Иван Макаров. Всем им представители администрации пожелали высоких побед, а со стороны спорткомитета пообещали впредь поддерживать и развивать бокс на территории Люберецкого района. Ребята, которые занимаются спортом, они на правильном пути, и наша задача максимально все это развивать, давать возможность, чтобы наши молодые люди занимались спортом. 1 марта в Люберецком Кривейческом музее открылся весенний вернисаж. 33 художника представили вниманию зрителей 90 лучших работ. На официальном открытии экспозиции побывала наш корреспондент Лиля Хайрулина. «Весенний вернисаж» — это портреты, натюрморты, пейзажи и декоративно-прикладное искусство. Представлены на выставке и художественная фотография. Передать историю родного города и частичку окружающего мира Юрию Харламову помог на первый взгляд простой кадр с названием «Встреча». Вдруг неожиданно молодой паре захотелось подойти, представиться и что-то, видимо, попросить, кто ввел этот грёстный ход. И вот этот момент оказалось, что они подошли. Настолько это было неожиданно и интересно, что я так увлёкся, что просто не мог пропустить. Потому что для меня это было целое событие, показать такую встречу, потому что это бывает очень редко. На официальное открытие весеннего вернисажа пришли не только авторы работ, но и представители администрации Люберецкого района. Юрий Григорьев поздравил всех с наступлением весны и добавил, что в ближайшие дни в стенах Краевеческого музея появятся не только зрители, но и потенциальные покупатели картин. Надеюсь, что вот это наше начинание вместе с вами привлечёт не только представителей нашего района, наших ближайших соседей Латкарина, Дзержинки и Котельников, но я думаю, Москву. Я с галеристами сейчас веду переговоры. Если вы позволите, от вашего имени приглашу их сюда, они посмотрят. Директор Краевеческого музея Татьяна Хвощевская не стала говорить пышных фраз в адрес участника выставки. Она просто прочитала стихотворение, которое, по её мнению, отражает предназначение всех художников. Много будет долго ждать твоей любви, твоей отлаги. Зарвись, художник, хватит спать, живи быстрее у дара шпани. Миры, сокрытые в тебе, заждались твоего рождения. Будь верен творческой судьбе, продемонстрируй акт творения. Помимо поздравлений и пожеланий удачи живописцам, участница выставки Надежда Кузнецова получила удостоверение члена Союза художников Подмосковья. Уже 11 лет она занимается оформлением детских книг. Сегодня на соцзрителе она представила три работы – два букета и пейзаж. Вы знаете, природа меня всегда вдохновляет, и я стараюсь всё делать на натуре. Все мои пейзажи с натурой, все мои натюрморты и букеты с натурой. И вот эта осенняя дорожка, которую я нарисовала осенью, солнечно-теплая осенью, вот это одна из моих самых любимых работ. Работами можно не только любоваться, но и приобрести их в подарок. Директор музея Татьяна Хващевская пригласила всех ценителей «Прекрасного» на выставку-продажу, которая состоится здесь же, 11 марта в 15 часов. Все вырученные средства поделят поровну, часть отдадут художникам, остальные планируются потратить на ремонтную работу в Люберецком краеведческом музее. Лилия Хайрулина, Сергей Гордеев, Люберецкое районное телевидение. Но мы вернёмся в студию после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Уважаемые телезрители, если вы и ваши близкие стали героями сюжета или программы, приобрести диск с видеоматериалом вы можете в редакции Люберецкого районного телевидения. Подробности по телефонам 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. В эфире новости мы продолжаем. В подмосковных отделениях Всероссийского общества слепых завершается работа по проведению отчётно-выборной кампании. На днях подобное мероприятие прошло и в Люберецкой первичной организации. Рассказывает Ирина Пахомова. Люберецкое отделение Всероссийского общества слепых более 50 лет неразрывно связано с учебно-производственным предприятием «Модуль». Кроме тружеников и ветеранов завода в коллектив общественной организации входят инвалиды по зрению из Люберецкого, Раменского и Воскресенского районов, городов Дзержинский и Лыткарина. Всего около 600 человек. Решать жизненно важные проблемы людей с ограниченными возможностями, отстаивать их интересы и призвана эта общественная организация. В основном связано с условиями жизни людей. Очень, во-первых, постарели, во-первых, нездоровые, в-третьих, у каждого нужда какая-то, понимаете. Председатель Люберецкого отделения общества слепых Светлана Шуваева подытожила итоги работы за минувшие пять лет. Она рассказала об общественной деятельности членов организации, о том, что удалось сделать по реабилитации инвалидов, а также обозначила проблемы, которые еще предстоит решать. Из-за преклонного возраста более 350 человек просто не в состоянии посещать наши мероприятия и заплатить членские взносы, которые составляют 10 рублей в год, кодовые замки. Инвалид сам не может там открыть. Люди с плохим зрением не могут войти в лифт. Председатель Московской организации Всероссийского общества слепых Александр Коняев считает, что руководство Люберецкого отделения делает все возможное, чтобы улучшить жизненные условия инвалидов по зрению. Работа, соответственно, проводится напряженная, большая. Говорить о том, что сделано за пять лет, конечно, можно много перечислить, много положительного сделано. Члены Люберецкого отделения общества слепых работу председателя признали удовлетворительной и вновь избрали своим лидером еще на пять лет Светлану Шуваеву. На собрании общим голосованием был также переизбран актив организации. Ирина Пахомова, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Люберецкий районный фестиваль для людей с ограниченными физическими возможностями состоялся в спортивном комплексе «Триумф». Представители реабилитационных центров состязались в четырех видах спорта. Продолжит тему Юлия Шпиль. Вовсе не ради победы Людмила Владимировна Болотникова принимает участие в этих соревнованиях. Радости приносит общение с друзьями. А кроме того, занятия спортом помогают восстановить здоровье после инсульта. Для инсультов это как раз движение. Руки развивает, плечевую систему, потом, естественно, спина. То есть после инсульта, в общем-то, у меня было, ну, не совсем такие, как хорошие движения были. Естественно, развивает и руки, и ноги развивает, да все, голову в первую очередь. Подобные соревнования проводятся каждый год. Спортсмены-любители состязаются в четырех видах спорта. Настольный хоккей, теннис, бадминтон и броски в кольцо. Группы формируются в зависимости от состояния здоровья и физических возможностей. Это кульминация, скажем, тренировочного процесса. Нужно пройти обязательно тренировочный процесс. И, причем, у нас, ну, сколько мы существуем? Пять лет, и пять лет у нас существует наша сборная. Вот пять лет они тренируются. В принципе, мы уже, наверное, будем присваивать им даже спортивные разряды. Фестиваль традиционно проходит при поддержке районного спорткомитета, который предоставляет людям с ограничениями по здоровью все возможности для занятий любимым спортом. Да, так получилось. Они имеют определенные ограничения по своему здоровью. Но говорить о том, что они ограничены от жизни, нельзя. Поэтому они живут полноценной жизнью. Посмотрите, у них в глазах радость. На фестивале были определены 24 сильнейших спортсмена. Они войдут в состав сборной, которая будет защищать честь района на областных соревнованиях. Юлия Шпиль, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Более 100 собаководов из разных уголков России. От столицы до Нижнего Новгорода. 26 февраля состоялась 15-я межрегиональная московская зимняя выставка охотничьих лайк. Смотр собак проходит в Люберцах уже второй раз. И в этом году он стал еще более популярным и масштабным. Настоящие охотники, а также просто любители лайк прибыли в Люберце задолго до официального начала выставки. Каждому не терпится похвастаться своим четвероногим любимцем и доказать всем, что его лайка самая лучшая. Надо отвыставить пса, оценочку дополучить на него, на рабочую, на нашу. А так, в принципе, ну и показать себе, людям, и себя, да, показать, и людей посмотреть. В этот день смотрели не на людей, а исключительно на собак. Ведь по утверждениям охотников, хороший лайк в обширных лесных зонах – лучшее оружие. А к нему всегда предъявляли самые высокие требования. Чемпион выставки определяется по бунетировке. Бунетировка – это экстерьерная оценка, отлично очень хор и хор. И дальше идет бунетировка. Это ее рабочие качества, дипломы и рабочие потомства, рабочие щенки. Удаются баллы. И при наибольшем наличии баллов собака становится в старшую разрастную группу чемпионом выставки. Охотничья лайка обладает исключительным обонянием, прекрасным слухом и острым зрением. Благодаря этим качествам четвероногих питомцев используют для охоты на птиц, пушных зверей, олени, кабанов и даже медведей. Кабаны, лоси, олени пока еще не было. Одну медведя работает от страшного. И мишка был один у нас. Это мы брали с ним и в Рязани. И было дело. Отличительные особенности пушистых охотников не только смелость, но и привлекательная внешность, а также незаурядный ум. В России существует четыре основные породы охотничьих лайк, которые в полной мере были представлены на выставке. Самая мелкая порода это коррелофинская лайка. Следующая идет русско-европейская лайка, черненькие там. Затем вот западно-сибирские лайки и восточно-сибирские лайки, самые крупные по высоте. Межрегиональный пород лайк длился более трех часов. По его окончанию большинство участников вместе со своими питомцами сразу же отправились на охоту. Юлия Иванова, Алексей Адамов, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Традиционный турнир памяти Евгения Родионова прошел в Люберцах. На запасное поле стадиона «Торпеда» вышли ветераны предприятия, а также участники военных действий в Афганистане и Чечне. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. Мороз и солнце. Рабочие еще ворота не успели поставить, а футболисты уже вышли на поле. Несмотря на холод, день обещал быть жарким. Турнир этот у нас традиционный проходит, уже пятый по счету. Вот на этот турнир приехало у нас более восьми команд, в том числе команды приехали и за пределы Московской области, такие как Брянск, Калуга. То есть турнир набирает большую популярность и организация праздника, в том числе и турниры, проходит на очень высоком уровне. Футбольный матч посвящен памяти Евгения Родионова. В чеченском плену 19-летний россиянин прошел через немыслимые мучения, но не отлегся от православной веры, а утвердил ее своей мученической гибелью. Несмотря на то, что русская православная церковь пока официально не признала Евгения Мученикова, в народе солдата помнят. Был мороз и 23 градуса с сильным ветром, а людей было очень много. То есть все команды укомплектованы. Это говорит о том, что к нашему турниру очень серьезно относятся все. Городские футбольные соревнования между люберецкими ветеранами менее чем за 5 лет превратились в настоящий межрегиональный турнир с соответствующими наградами. Однако призы для участников не самое главное. Вот эти крепкие мужчины, которые каждый приносит победы, для меня это очень важно, потому что они сегодня играют даже не за медали, за награды. Они играют сегодня, чтобы почтить память невернувшегося с войны солдата. В этом году турнир проходил сразу на двух игровых площадках. Футбол в квадрате удалось показать команде из Брянска. Ее игроки оказались сильнее соперников и уверенно заняли первое место. Люберецкая команда ветерана Тургмаша оказалась только на третьем. Алексей Адамов, Артем Макаров, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. На этом у меня все. Через минуту на нашем канале детско-развлекательная телепередача «Веселые пташки». Далее смотрите программу «Православная азбука», а затем «Открытый диалог». Гость студии, начальник управления по организации работы аппарата администрации города Люберца Валерий Акаевич. Напомню, что свои новости из жизни Люберецкого района вы можете сообщать нам по телефону редакции. 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. А также оставляйте их на нашем сайте www.lrt.tv, где вы также можете посмотреть записи всех наших программ. В студии была Юлия Иванова. Всего вам доброго и до встречи.